Всем привет! Сегодня я решил записать видео итогов месяца, как бы о эволюции и о генах. Это обновление было уже более месяца, чего я добился за это время, а также всякие нюансы, которые я узнал после. Начну с генов, гены я немножко прокачал действительно. По нюансам, помните, был разбор о том, что мы не помнили, есть ли шанс получить ген новый и как он получается, и также мутации гена. Я вам скажу так, в тренировке в сочетании каждую пятницу и субботу, когда вы сочетаете гены, есть шанс получить, кроме того, что будет результат сочетания, то у вас еще есть шанс получить обычный или мутированный ген. Шанс очень маленький, за все время, больше месяца, считайте, после обновления с генами. У меня получилось только один раз получить ген, и то на двинах, на основе не получилось. Цена за такой ген, за синий ген, вот единственный плюс, то что он уже идет типа как бы по цвету. За синий ген 1440 магических камней у вас просит, это он не бесплатный. А за фиолетовый ген попросит 3000 магических камней. Я так вот предполагаю, за желтый, золотой ген попросит где-то около 6, ну и за красный около 12. В принципе, это дорого, я бы не брал. Единственное, что это пробовал бы просто мутированный ген получить. Если получится мутированный ген дополнительный, то может быть за синий 1440 я бы отдал, ну, либо за фиолетовый 3000. Потому что, ну, больше это нецелесообразно, это дорого, лучше просто прокачивать гены. Так как у меня, вот видите, гены сейчас на прокачке. Сейчас покажу результаты моих генов, то, что я получил за все время. Значит, вот у меня мутированный ген, полностью прокачанный, 48 попыток сочетания, да. И здесь уже два радикала есть. Еще два радикала, и он будет уже золотой. Здесь у меня процент ОЗ персонажа, 2,4%. Также у меня в свойстве еще, ну, то есть очень много прокачки на ОЗ, поэтому еще 1,08% идет от свойства, да. У меня 138 уровня, дальше у меня 163 уровня, по-моему, это максимальный ген мутированный, еще один. Тоже максимально прокачанный. Статы, атрибуты скачка вообще ни о чем. В принципе, персонаж плюс урон и размещение героя минус урон. Просто больше ничего нет хорошего. Да, кстати, атрибуты скачка я меняю только бесплатным. То есть я не трачу камни на атрибуты скачка, только жду бесплатный. Например, здесь вот, да, я собираю, у меня 7 уже готовых. Я жду золотой, и на золотом уже буду пробовать поймать что-то лучше, чем вот сейчас у меня есть. Дальше смотрим, что у меня здесь. Здесь у меня атака, атака тоже беспроцентный. Здесь максимальный процент 3,6, возможно, поймать. В принципе, от 2,4 до 3,6%. Лучше ловить, естественно, процентные атрибуты скачка. Так, дальше смотрим, 2 звезды, 118 уровень, 1 звезда, 126 уровень. Здесь тоже слабенькая атрибут скачка, да. Буду ловить еще дальше. Дальше смотрим, вот здесь физзащита 3,6%. Это максимальный процент, я поймал. Также плюс урон нендо героя 1440. Смотрим следующий. Персонаж парирования, ну это было лучше, что попадалось на этом гене. Размещенный герой смертоносный, в принципе, ни о чем. Дальше смотрим, здесь ОЗ персонажа 2,4% и персонаж минус урон 1440. Есть еще реорганизация, давайте ради интереса используем, но я не думаю, что что-то хорошее попадется. Видите, как обычно. Ничего. Дальше смотрим еще фиолетовый. Эдогерой крит, удар 2,4% и также атака 600. Смотрим, что у меня еще здесь есть 115 уровень. Так, 117 уровень здесь, вот, попалось 2%. То есть персонаж ОЗ 2,4%, экзогерой плюс урон 3,6%. Ну, в принципе, неплохо, но если бы там был не экзогерой, а, например, основа плюс урон 3,6%, было бы намного лучше. Так, смотрим дальше здесь, что у нас, тоже ни о чем, но, опять-таки, реорганизации бесплатных нет, буду ждать, когда попадутся. Ну, причем, более-менее, на персонажа физзащита и также плюс урон на персонажа, это тоже неплохо. Вот, так что максимум, чего я смог добиться, вот, это практически золотой ген. Я не прокачивал за магические камни, за магические камни я только покупал тренировку. Все тренировки у меня были по 6 раз, то есть не по 3, я 3 и докупал. Вот, это максимум, чего я добился. Дальше смотрим эволюцию, эволюция, так, эволюция, смотрим древо, вот, на следующей неделе я уже докачаю себе вот этот вот последний, для того, чтобы открыть максимум карточек. Сейчас у меня задача была максимально открыть карточки, то есть, чтобы можно было вставить. Значит, смотрим, что по карточкам. Здесь, ну, на размещение, как обычно, флам, я не прокачивал. Да, смотрим, что здесь. Ну, здесь вот плюс урон 10% есть, 49, дальше здесь баллы 52, здесь у нас баллы 38, физзащита, маг, защита ОЗ, да. Здесь у нас баллы 32, я его даже не тратил очки эволюции, чтобы не, ну, просто не переводить, потому что бессмысленно. Дальше, и здесь у нас атака плюс урон, крит плюс урон, да, 44 баллы. Дальше смотрим эндо, эндо я максимально вкачал, вот, у меня прокачан. Дальше я прокачиваю тоже все ветки, я их докачаю. И, в принципе, нужно прокачать все, вот эти атрибуты активации даются, независимо от того, экипированы ли они или нет. То есть, прямо прокачиваем все атрибуты активации, вот эти вот, крит, атака, плюс урон. И дальше выбираем один из троих, типа, самый лучший по расположению карточек для вас. Так, смотрим, что у меня здесь. Атака ОЗ, плюс урон, прочность, в принципе, сколько здесь, 36 баллов. Смотрим здесь, 50 баллов, тоже ни о чем. В принципе, хороших у меня карточек мало, здесь вот вообще 27 баллов. Очень плохо падают, 25 баллов, видите. Вот здесь на крит просто прокачал, потому что здесь куча крита, как бы. Ну, не куча, но, тем не менее, 900 крита дает карточка, 38 баллов. И вот две хороших моих карточки, вот, 1, 84 балла, карточка серебряная. Атака, крит, смертоносность, атака, атака, плюс урон, 25%, это то, что максимум. И также атака, прочность, плюс урон, смертоносность, крит, 600 и крит, 25%. 88 баллов, это две моих самых лучших карточки. В принципе, для того, чтобы на 15 прокачать, ушло 250 тысяч очков эволюции. Смотрим, разми, экзо. Так, в экзо у нас, здесь вот уклонение, плюс 15% у меня есть. Плюс урон, мах, защита, мах, защита, уклонение, уклонение, плюс 15%. Дальше у меня есть вот такая вот уклонение, плюс 25% в экзо, плюс урон, атака, уклонение, смертоносность, смертоносность и уклонение, 25%, 84 балла. Это вот, три у меня, 80 плюс баллов карточки, в принципе, все остальные, ни о чем. 41 баллов, вот видите, карточка. Здесь карточка 30 баллов вообще. И здесь, что у нас, ну, здесь вот крит, смерть, крит, атака и атака 2%. 44 баллов, но уже есть 2%. Это все, что есть. Здесь по карточкам тоже в следующей неделе я прокачиваю вот этот вот на открытие максимального количества карточек, всем, что было. И все, то есть, максимум, что я ловил, 88. Это были серебряные карточки, золотые идут после 92 баллов. Топ, топ, карточку, которую я видел, это 116 баллов, мне показывались 80 плюс сервера ее. И там было крит плюс 15% и крит плюс 25% за 12 и 15 звезд, соответственно, в принципе, это вообще офигенная карточка. Человеку нереально повезло. До этого, я думал, максимальный уровень баллов карточек это 100, но оказывается, я ошибался. Не знаю, сколько там, может, где-то 150 будет максимальное, но это надо быть очень везучим, чтобы поймать такого рода карточки. Последние 3 недели мне карточки выше 44 баллов не падают. В принципе, это все по эволюции, по генам. То, что я хотел вам показать, это то, чего я смогу добиться за месяц. Такие результаты. Всем спасибо, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok